Привет, ребята! Зовут меня Артур и я живу в Израиле. Я сегодня вас хочу поздравить с Днём Победы. Тех, кто его отмечал 8 мая, поздравляю. Тех, кто его отмечает сегодня, 9 мая, я также поздравляю от всего сердца, от всей души. Мы боролись с фашизмом и его победили в те далёкие годы. Ну а для иллюстрации я выбрал прекрасное чудное место, рощицу кактусов и эвкалиптов. Прекрасные чудные соседи, они нас сегодня принимают. 9 мая, как я уже сказал, на дворе и температура подбирается к отметке в 30 градусов. Говорят, завтра будет 32-33, и это будет ощутимая разница. Мы с вами немножко побродим, буквально осмотрим небольшой пятачок этой затаившейся природы. Кактусы чудные прекрасные, плоды их съедобные. Можно их есть, только сейчас немножко не их время. Но, тем не менее, они от этого прекрасны. Не менее и не больше. Самые, что ни на есть, настоящие красавцы. Могучие, с разбегу их не взять. Они здесь высажены, как живая изгородь. Между частными поселениями и садами. Между частными поселениями и садами. Между частными поселениями и садами. Смотрите, сколько радости насекомым приносят цветение эвкалипта. Смотрите, сколько радости насекомым приносят. Несмотря на то, что еще вчера и позавчера, к великому нашему удивлению, у нас прошли дождики довольно-таки приятные. Не верится и не верится, не верится. Не осталось и следа тех дождиков. Земля трещит, как порох. Посмотрите сами. И это, ребята, еще только 9 мая. Подождите. Скоро-скоро жара. Приступит, она возьмется за нас всерьез. Она ошкурит нас по полной. Она нас так подпалит, она нас подуглит. Ну, что поделать. Такой в Израиле климат. А природа вот такая. Можете гулять, наслаждаться, получать массу удовольствия. Редактор субб Imperio как я сказал здесь пролегает граница частных владений нам конечно же туда ни в коем разе не надо просто хочу сказать как чудно тут прижились эвкалипты далекие выходцы из австралии до очень удивительно и прекрасное растение очень приятно что она нашла на святой земле себе новый дом прекрасно тут себя чувствует и вот так вот она радует нас дает нам тень дает жизнь множеству животных я всегда говорю что людям надо поучиться у животных нужно поучиться у природы как существовать мирно сегодня в день победы моя хорошая страна восьмой месяц находится войне и краю не видать жертвы растут молодые красивые жизни забирает война желаю всему миру мира всем кто воюет добыться победы разбить на своей земле врага и чтобы мир поскорей вернулся в наши дома природа что природа с природой то наш дом природ это наш учитель посмотрите сами но она очень колючая видите если вы в такую красоту с разбега забежите вы немножко будете остановлены вы немножко удивитесь как природа вас поколит вы уж на нее не обижайтесь таковы правила игры вас сюда никто не звал ну а раз уж пришли будьте любезны соблюдайте правила да когда гуляете в таких районах где растут кактусы всегда обратите внимание на нижний слой нижний слой я имею ввиду то что у вас под ногами потому что кактусы это и дело такое довольно таки опасное для человека потому что те старые кактусы которые как вы думаете уже умерли они еще вполне себе вполне могут вас крепко поколоть и это правда ну что что вы скажете о земле цветущий текущий медами молоком пожалуйста никому тут от и фрукты не нужны о чем нам говорит солнышко в зените о том что сейчас самый жаркий момент этого дня до где-то около часу дня и сейчас самая такая жаркая пора сегодняшнего дня и мы с вами опять гуляем а Да, этот сад Который находится здесь за холмиком Собственно говоря, который-то и разграничивают Эти чудные кактусы Он отчасти функционирует В нем собирает только Красные грейпфруты В нем собирают лишь красные грейпфруты Все остальные фрукты Лимоны, нектарины, апельсины, мандарины Их уже больше не собирают И они здесь находятся в огромном множестве Можно их тут есть Неимоверное количество Я этого Сегодня делать не буду Просто вам Ради иллюстрации покажу Ну вот, как-то так Выглядят эти сады И Бал тут у всяких Мошек и таракашек Это их шведский стол Конечно же они с вами тоже Поделятся теми или иным фруктом Никаких проблем Но я сказал Этот сад Он такой Для зверюшек тараканов Хочу сказать Не так давно Буквально Какие-то считанные Недели назад В сафари В нашем Араматгане В сафари Есть такой зоопарк Есть у меня об этом видео И там вы найдете этого Слониху И вчера Говорят о людях Да будет плавить их Благословенно А я скажу О животных Они Всегда Живут рядом с нами И уходят Незаметно И я Хочу сказать Что вчера ушла Из жизни Только вдумайтесь Давеча мне тут попалась информация Что в одной из Самых Больших стран По территории В мире Средний уровень жизни Средняя продолжительность жизни 73 года А вечер Я читаю статью Что умерла Самая старейшая Шимпанзе Израильского Сафари Хараматган Ей было 60 лет Чтобы вы понимали В одной из самых Больших стран мира Средняя продолжительность жизни 73 года А шимпанзе Прожила 60 Вот И скажите А слониха Тоже Закончила Свои дни В очень почтенном возрасте Очень трогательный рассказ Я и о шимпанзе И о слонихе Оставлю вам статьи Вы их почитайте Они очень трогательные Они очень Для меня Это запредельная тема Вы знаете Это живот И они не могут О себе Ничего сказать И я тут скажу О них Самые теплые слова Я всегда говорю Что идет война Но на войне Воюют не только люди Воюют и собачки Воюют и израильские коровы Все бьются в этой беде Корову надо подоить А собака Это и разведчик Собака Это и спасатель Собака Это и минер Собака Это и спасатель Лекарства принести И камерой принести И собаки тоже гибнут Их приходит хоронить Все воинское подразделение Вот вы понимаете Приходит собачку Хоронить Целое воинское подразделение А вот шелковица Тут она еще Не созрела Но уже в округе Ее везде полно Можно кушать Ешь не хочу А вот и наши кактусы Никуда они не делись Я сказал Они разграничивают Этот сад От частных владений Собственно говоря От этих же частных владений Которые Принадлежат Этой же деревне Сады По эту сторону Жилища По ту сторону Ну а вот собственно говоря И плоды Они еще тут Не полностью созревшие Вот они так выглядят Они бывают Покрупнее размером Их нужно кушать Охлажденными Очень вкусно Я ел Обычно Они продаются В любых супермаркетах Израиля Можно прийти Их покушать Никаких нету проблем Но Продается на базарах И супермаркетах А я Частенько еще Получаю В презент Ребята Рабы Привозят на работу И угощают У них это растет В доме Ну вот Грейпфрут Это всевозможные Мандарины Цитрусовые Как я сказал Никто здесь Не возьмет Ни один фрукт И никто Их не поднимет Они Никому здесь Не нужны Я не шучу Только чуть вдали Есть Красный Грейпфрут Его собирают А белый Грейпфрут Не берут Есть тут рядом Еще несколько Садов В другой Стороне И там Тоже Такая же История Грейпфрут Да Дорогие зрители Не добудьте Написать Как я Хорошую Выбрал Картинку Я конечно же Был мог Пойти Какому-то Парку Какой-то Памятной Доске Тем более Что Израиль Отмечает Буквально На днях Будет День Независимости В этом году Она печалена Войной Результатов Нет И пышных Торжеств Не будет Буквально Пару дней Назад Прошли Памятные Мероприятия В памяти Жертвы Холокоста И Перед Днем Независимости Будет День Памяти Когда еще Раз прозвучит По всей Стране Сирена Когда Замрет Вся Страна Когда Мы Будем Вспоминать Павших А На Исходе Этого Дня Наступит День Независимости С чем Собственно Говоря Я вас и Поздравляю Как я Сказал Я бы мог Пойти В более Официальное Место Я Сознательно Решил Лучше Поведу я вас На природу И поговорю На эту Тематику Я Хочу Что в этот Именно Год Об этом Говорят Многие И я Присоединяюсь К этому Мнению Я бы хотел Что в этот Год Политики К этому Празднику Даже не Пытались Прикоснуться Пусть люди Сами Вспомнят Тех Кто ушел А вот Эти Липкие Политики Пусть Дожидаются Судов И трибуналов Которые Будут ждать После войны Хотелось бы Чтобы они Не трогали Этот праздник Своими Незаслуженными Руками Да Что ты будешь Делать Что-то у меня Там Прилипло В горле А водички У меня С собой Нет Вот о чем Я вам говорил Видите Кактус Как он Ложится Его Практически Не видно Здесь Просто Протоптанное Место Но в Других Местах Уже Вроде Б Мертвый Кактус Он может Так Затаиться Видите Иголочки Какие У него Да Я вам Показывал Вот они Иголочки Смотрите Они вам Через Любой Кроссовок Выйдут И пройдут И вас Больно Ранят Поэтому Будьте Внимательны И на самом деле Ведь Вот Живая Изгородь Казалось бы Да Смотрите Как разумно Могу вам Сказать С разбега Ни за что Живой человек Будучи В здравом уме Такую крепость Не штурмует Ни за что Не возьмете Если едет прохода Просто живьем На ту сторону Вы не переберетесь И Сохранность Вот этих Вот Жилищ Отчасти Лежит Вот на этих Колючих Товарищах И они По всей видимости Хорошо Справляются По всей видимости Это Давнейшняя Такая История Когда человек Подружился С этими Кактусами Здесь Называется Сабар Подружился Нашел Себе Хорошего Партнера И вижу Ничего И человек И кактусы Взаимодействуют Все у них Хорошо Получается Все у них Отлично Выходит А вы Ищите На что Похожи Вот эти Товарищи То ли На ладошку То ли На какую-то Ступню Веселого И милого Животного Ну уж Вам тут Писать В комментариях Вам тут Рассуждать На эту Тематику Ну а мы Бродим Вот в Таких Практически Живых Зарослях Ну давайте Немножко Зайду Покажу Цитрусовые Ввиду Того Что Для меня Загадки Израильской Природы Не кончаются Никогда Я не знаю Как и почему Сады Плодоносят И в то же время Уже цветут Хотите верьте Хотите нет Почему так Я не знаю Очень Интересна Эта Израильская Природа Она очень Меня манит И Притягивает Но тем не менее Хочу сказать Что Отнеситесь К ней С теплом И она Всегда Вам ответит Вот пожалуйста Я о чем Всегда говорил Идите Возьмите Фрукт Идите Возьмите Никто В жизни Вам не скажет Что вы взяли Этот несчастный Один фрукт Но сейчас Эти фрукты Уже Как вам сказать Они уже Почти без сока Сейчас Не их сезон Ну Чтобы вам Было понятно Вот Мужская Размер Руки И вот Тут Они Живут Жучки Тараканы И Сейчас Это их Шведский Стол Как я Сказал А мы Лишь Гости У них Сегодня Смотрите Повсюду Здесь Они Называется Ашкалют Грейпфрут Тараканы А теперь посмотрите, как агрессор оккупировал дерево. Вы видите? Он просто напал и убил дерево. Как и все в этой жизни. Кто сильнее, тот и пользуется этим. Но ничего в природе не бывает случайного. А вот люди могут делать свой выбор. Если люди напали на кого-то, это сделали несознательно. Они не сделали это ради того, чтобы выжить. Они сделали это, как правило, для того, чтобы ограбить другого соседа. Что-то у него, как говорят русские, ребята, отжать. Что-то украсть. Что-то вывести. Что-то спереть. Что-то выкачать из этой земли. Ну, вот такие вот грейпфруты. Но я говорю, в них уже сока нет. Это только уже осталось картинкой. Их можно, конечно, использовать как фотографии красивые. Но уже съедобными они не являются. Вот так, пока. Продолжение следует... Продолжение следует... На Украине, в Черкасской области У мамы там были знакомы И мы пошли, и для меня было удивительно Что нужно было... Я всегда говорю, я приехал из города Я рассуждаю как горожанин Не сочтите меня каким-то там Ну и вот, мама нас... И вот мама нас послала Для того, чтобы набрать воды в колонке Для нас это было дело необычное Мы взяли с братом Ветра Я подросток, брат вообще маленький Мы пришли за этой водой Стали набирать воду Набрали воды, поворачиваем голову И видим дерево с абрикосами Ну, наверное, это такие маленькие сливки Но абрикосы... Наверное, местное население их не считает За абрикосы Они были такие маленькие Но были из Советского Союза Из Прибалтики С голодного края Мы вылили эту воду Да, видео перегрелось Камера моя перегрелась Я сказал, что только нет 30 градусов А камера перегрелась Так вот мы, дети далекой Прибалтики Давай есть эти абрикосы Потом мы были там на плотине И там эти абрикосы На них никто не смотрит Ну, теперь та же самая история Я живу в Израиле Никто на эти фрукты даром не смотрит Ничего... Они никому не нужны А это такая обыденная картинка Ну что, камера моя перегрелась Отключается Я вам еще раз хочу пожелать Мирного неба над головой Еще раз поздравить всех С Днем Победы Счастья, здоровья И чтобы войны уходили Из человеческой истории навсегда С любовью, ваш Артур Всем пока и всем удачи Не забудьте написать Как вам израильская природа Как вам нынешняя наша Сегодняшняя прогулка Всем пока и всем удачи Субтитры сделал DimaTorzok